Ну вот мы в Братцовском лесничестве. Лесная дорога. Как хорошо здесь все ухожено. Сохранители для детей. Белочка. В Кровеческом музее в Умане мне сказали, что там уже белка стала просто хищником. Ее разрешают истреблять повсеместно и постоянно в Уманском районе. Ибо разоряют птичьи гнезда и т.п. Очень расплодилось. А здесь такой спуск. Посмотрим. Идет легкий дождик. Мы едем в Тульчин. Такие вот пейзажи. Идет легкий дождь. Идет легкий дождь. Вау. Даже не заметил, как подъехал к дворцу Потоцких. Это я в Тульчине или Тульчине поднимался от речки Селеница. Такое название забавное. Вижу какое-то старое здание. Я подумал, это Сталинское. Оказывается, это флигель дворца. И вдруг все вот это и указатель дворец Потоцких. Ну вот для этого зрелища мы приехали сюда. Идет легкий дождь. Тульчинское училище культуры. Неужели здесь что-то находится? Приемная комиссия. Аудитория 107. Полная монументальная цепь. Мы туда тоже зайдем. Красиво все диспланировали. Улица незалежности. Наверное, Ленина была. На удивление солнце. Сегодня же дождливый день. На репродукциях он желтый этот дворец, а здесь розовый. Какой величественный, конечно. Такие флигели. Портал. Вот галерея. У меня есть вот такая оборочная. Портал. Вот такие цветы, но красивые очень. Портал. Вот такие цветы. Портал. Ага. Царский размах, конечно. Какого-то триза с колонами. Старые плавки. Дерево старое. Как вроде теряться можно кирпичом. А вот здесь вот эта реконструкция, значит, все это было не в хорошем состоянии. Возможно, он болелось. Да, Патутский был императором в этих местах. Строить такое мог позволить себе не всякие денежи при деньгах. Какое в этом всем царственное величие. Слушай, как трогают на эти клумбы. Слушай, как трогают на эти клумбы. Ну, если экскурсовары мы здесь не получим, музея здесь нет. Надо думать. Вот отличная еда. Ольга А вот здесь задняя часть дворца. Здесь был вид на рейку, склон был очищен однозначно, совсем только травой, какая мощь, а вот открытая галерея, что-то чекарка. Ребята, работайте. Спасибо.